Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Помолимся перед началом нашего собрания. Господи, Боже наш, сердечно-сердечно благодарим Тебя за то, что Ты не остался во гробе, за то, что Ты воскрес, и Ты воскрес для нашего оправдания, принеся нам радость и великую надежду. Мы благодарим Тебя, Господи, что в этот день мы можем пред лицом Твоим предстать в Доме Твоем, чтобы в это утро прославить Тебя, принести эту жертву хвалы, плод уст наших прославляющих имя Твое. Будь милостив к нам, прими нашу хвалу и прослав имя Твое в собрании нашем, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Споем «Христос воскрес!» все вместе. Христос воскрес! Христос воскрес! Споем «Христос воскрес!» все вместе. 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 Христов на свет и снег, Христов на свет и снег, Христов на свет и снег. Свет, свет поправный, Векшим отродный, Векшим отродный, Векшим отродный, Векшим отродный. Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! Братья и сестры! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! По истину воскрес! Он воскрес! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Дорогие друзья! Тема моей проповеди! Сила воскресения Господня! В чем эта сила? Ведь действительно, это не просто чудо! Это действительно великая сила и большая надежда для наших сердец, для нашего упования! Итак, первое! Дорогие друзья, у Господа все живы! У Бога все живы! И наш Господь, Он не есть Бог мертвых, но Бог живых! И мы верим, и нашу надежду полагаем на то, что когда мы умрем, на этом наша жизнь не закончится! Придет Христос, и мы воскреснем! И в телах наших изменимся! И будет наше встретение с Ним на небесах! Это действительно столб и утверждение нашей истины! Мы верим, что Христос воскрес! И мы ждем нашей встречи вместе с Ним! Итак, место священного Писания прочитаем из первого послания Коринфянам, из 15 главы, из 12 стиха! «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес! А если Христос не воскрес, то что? То и проповедь ваша тщетна, тщетна и вера ваша!» Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес! А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших! Поэтому и умершие во Христе погибли! И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков! Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших! Слава Богу! Дорогие друзья, братья и сестры, что мы надеемся на Христа не только в этой нашей жизни, не только в нашей повседневной жизни, но наша вера простирается далеко, далеко за нашу жизнь, она идет далеко в вечность, и в этом наше упование на Бога! Итак, скажите, мы верим в это или нет, братья и сестры? Мы верим в то, что воскреснем! Христос придет, и мы все изменимся! И так и Павел говорит, дальше в следующей главе продолжает, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся!» Ну, наверное, современники Павла, наверное, все все-таки умерли, мы об этом знаем, много лет прошло, но мы надеемся, вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся! И мы ждем этого, и наша вера, и наше сердце чает этого мгновения, этой минуты! Итак, братья и сестры, первое, у Господа все живы, и мы живы все вместе с Ним! Это первый момент! Второй момент, братья и сестры, Христос воскрес! Ну, скажите, до Его воскресения были воскресения из мертвых или нет? Конечно же, были! И сам Он при жизни своей воскрешал! И после Христа, и даже когда сам Христос воскрес, написано, что многие воскресли и явились своим родным в Иерусалиме! Но в чем же уникальность самого воскресения Христа? В чем же отличие от всех этих воскрешений? Потому что Христос воскрес Сам! И вот в чем это чудо! Вот в чем эта уникальность! Когда Христос пришел, пришел туда в ад, там где смерть, а за что было было взять Его? Не за что! Не было у Него греха! Не было у Него состава преступления! И поэтому не могла смерть и ад держать Его! И поэтому так и написано, о смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Все! Нашелся Тот, кто смог победить! Братья и сестры, нам необходимо очень важно это понимать! В мире великих немало прошло! А что от величия их нашумевшего? Прах! А с Христом к нам спасение пришло! Помни и чти Иисуса воскресшего! Братья и сестры, еще в Писании апостол Павел говорит, что Христос это есть второй Адам! И мы говорим, первый Адам это человек, который перстный, а вот второй Адам Христос человек небесный! Часто люди говорят, да и я когда был вот еще подростком, тоже так думал, вот ну зачем Адам и Ева вкусили этот плод? Вот если бы я был, я бы точно этого не делал бы! Чтобы люди потом в будущем радовались! Вот они так поступили! Какие же они все-таки непослушные! Братья и сестры, Христу дана была эта попытка! Почему таки написано, что он был искушен во всем, кроме греха! То есть первородного греха! Как и Адам тоже в себе изначально не имел первородного греха! И Христос прошел этот путь! Подобно тому, как дьявол искушал и Еву, подобно и Христос был искушаем и даже не один раз, и ни разу не согрешил! И поэтому этот первый человек, который святой, рожденный от святого, он прошел этот путь! Подобно тому, как Адам согрешил, он одержал победу! И поэтому воскресение Его это просто итог Его жизни! Сколько пришлось Ему трудностей испытать на протяжении всей Его жизни! Сколько этих искушений! Сколько с облазном! И Он во всем этом устоял! И на кресте устоял! И как итог Его воскресения! Это был первый случай, когда мы читаем с вами, что возмездие за грех – смерть! И мы все с вами умрем, потому что это возмездие за грех – смерть! А у Христа греха не оказалось! И в этом наша вера! И в этом наше отличие от всех прочей религии! Потому что Христос наш, наш Учитель Великий, Он воскрес! И сделал это самостоятельно, потому что прожил жизнь безгрешную и показал нам путь! Братья и сестры, да благословиться в этом дне! Сегодня у нас предстоит длинный день, это торжественный! Еще будут проповеди, участие, еще будет собрание и вечером молодежь! Кого Господь будет касаться сердце? Пожалуйста, дорогой друг, брат или сестра, не оттолкните воскресшего Христа! Каждый день, который вы с Ним проживете – это день, который пойдет в вашу прибыль! или день, который прожит без Него – это ваша потеря! Поэтому не смотрите ни на что! Ни по сторонам, никуда! Пусть Дьявол вас не столкнет с этого пути! Если вы услышите этот призыв, призыв, когда Христос стучит в ваше сердце, пожалуйста, не толкните Его! Придите к Нему, и вы никогда в этом не пожалеете! Или, может быть, кому-то нужно обновить в этом дне свое покаяние, может быть, кто-то уже много лет верующий, может быть, и поет, и учась, куда принимает, а сердце томится, а где-то сердце не свободно, то, пожалуйста, прими сегодня Христа воскресшего! Сегодня день – это день для тебя! День твоего решения! Дорогие друзья, те, кто имеет спасение, и те, кто живет, и каждый день радуется, и благодарит Бога за спасение, которое Он даровал вам, позаботьтесь о тех, кто сегодня еще не с Христом! Когда звучит призыв, а он еще будет звучать, склоните ваши головы, не смотрите по сторонам, не сбивайте вашим взглядом никого, склоните головы и помолитесь о том, чтобы Господь коснулся еще кого-нибудь! Ведь мы сюда для этого, для чего приходим? Чтобы своими душами напитаться, и чтобы кто-то приобрел этот мир, это счастье жизни со Христом! Если вам некому молиться, помолитесь о своих детях, чтобы пройдет, может быть, пять или десять лет, и когда Господь будет их касаться сердец, чтобы они не толкнули Его! И да будет сегодняшний день прославлен для Господа нашего! Будет Он благословен, и в каждом сердце пусть этот день будет день радостной жизни и вести! Аминь! Помолимся! Песня! Иисус, Господь, Иисус, Господь, за Твое силу и за Твое чудо, которое Ты послал для нас, для нашего избавления! Столько много Ты пережил и устоял, Господи! Для нас, Господи, для того, чтобы мы имели сегодня то счастье, это спасение в Тебе, в именем Твоем! И Ты, Господи, тот посредник между нами и Богом нашим, который проложил этот путь! Прими от нас славу, честь и поклонение, Господь и Бог наш в трех лицах! Отец, Сын, Дух Святой! Аминь! В общем, пением споем «Слава Богу! Мрак исчез!» Такого ночи, несвятая очи, Господь и звери, Слава Богу! Мрак исчез! Хочешь, что ты, Бога, и сомненье, Днёс на зомненье, да небес. Иисус Христос воскрес, пославен, Аллилуйя, прадречный тес. Хочешь, что ты, Бога, и сомненье, Днёс на зомненье, да небес. Иисус Христос воскрес. Нас несёт в полеге, будь не скрыть волненье, Пусть дадал, чтоб нам помочь. Сотражали тени, в свете воскресенье, Пусть лежала тьма и ногу. Слава Богу, враг и счастье, Хочешь, что ты, Бога, и сомненье, Днёс на зомненье, да небес. Иисус Христос воскрес, пославен, Аллилуйя, прадречный тес. Хочешь, что ты, Бога, и сомненье, Днёс на зомненье, да небес. Иисус Христос воскрес. Иисус Христос воскрес, пославен, Аллилуйя, прадречный тес. Хочешь, что ты, Бога, и сомненье, Днёс на зомненье, да небес. Иисус Христос воскрес. Хочешь, что ты, Бога, и сомненье, да небес. 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 Иисус Христос воскрес. 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 Так только мог всемогущий Отец Отдать на заклание Сына. Такая любовь для отцовских сердец Воистину непостижима. О смерти, скажи, Твоя жалоб, Размеря, где победа Твоя. Он восстал силу смерти попрало Иисус Божий Сын за царей. Он живет, воскрес наш спаситель, Он в свободе, на свете, в армии. Он живет, он воскрес, аллилуйя, Он Твоей силу славе воскрес. Он живет, он воскрес наш спаситель, Он в свободе, на свете, в армии. Он живет, он воскрес, аллилуйя, Он воистину славе воскрес. Аллилуйя, 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 Божий Сын за царей. Аллилуйя, Аллилуйя, Божий Сын за царей. Аллилуйя, 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 Божий Сын за царей. А мир вам, дорогая церковь, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! По истину воскрес, Он, по истину воскрес, Он, воскрес наш Господь. По истину воскрес, Он, по истину воскрес, Он, воскрес наш Господь. Я помню, в моей жизни был один момент, когда я был начинающим проповедником, и мне доверили говорить слово на Пасху, это было еще на Украине, и от того волнения я так готовился, что говорил где-то минут 30, по тем временам это очень много было, но самое ужасное было то, что брат более опытный вышел после меня, и его проповедь была коротенькой, но одной фразой он сказал то, чего я не смог сказать за 30 минут. Поэтому, учитывая ошибки прошлого, я хотел бы сказать коротко о главном. Евангелие Матфея, 28 глава, с 1 стиха, прочитаю несколько стихов, и хотел бы отметить те мысли, которые Господь положил мне на сердце. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалив камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. «Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее. Там увидите Его. Вот я сказал вам». Первая мысль, которую я хотел отметить, на рассвете первого дня. Ищите Господа. Женщины искали Господа на рассвете. Молодежь, дети, у вас начало дня. Если так взять мою жизнь, у меня уже день мой склоняется к вечеру. Истинно, это правда. Но у вас начинается день. Ищите Господа с раннего утра. Посмотрите, вторая мысль, когда женщины слабые, хрупкие, беззащитные, они встречают ангела. И этот ангел является для них добрым вестником. Вестником, который говорит, посмотрите, Он воскрес. Вы не там ищите Иисуса. Иисуса Христа надо искать в Галилее. Но воины, которые были храбрые и сильные, и обучены, как воевать, они оказались беспомощны и побеждены ангелом, тем же самым ангелом. Противники Господни будут повержены. Ищущие Господа, они в лице ангела Господня встретят доброго вестника. И последняя мысль, там встретите его. Ищущие Господа должны помнить, что Господа не встретишь где-нибудь в шумной толпе, в суете, на работе, занятой своими делами. В определенном месте ты можешь встретить Господа. Если ты ищешь Господа, ищи Его в определенном месте. Это может быть твоя уединенная комната, когда ты читаешь Библию, встретишь там Господа. Это может быть Дом Божий. И я очень рад, что вы пришли сюда, на это место. Это место, где Господь по верному своему обещанию обещал пребывать. Мы празднуем Пасху. Я хотел бы вернуться в старые времена, когда, откуда началось празднование этого праздника, Бог, будучи верен своему обещанию, Аврааму обещал, что он землю, по которой ходил Авраам, он даст потомкам его. Но прежде потомки его будут находиться в рабстве. И вот Бог сказал, я их избавлю от этого рабства и дам землю, которую я тебе обещал. Находясь в рабстве, они возопили в Господу, и Господь вспомнил тот момент, и Он начал выводить свой народ. Десять казней понадобилось для того, чтобы фараон смирился пред Богом и отпустил. Но десятая казнь была очень ужасная. Это было поражение всех первенцев. Для того, чтобы поражения в доме не произошло, нужна была кровь Акса, то есть ягненка чистого, непорочного, приготовленного этой кровью, мазались косяки дверей. И когда ангел-губитель ночью проходил, и там, где на дверях он видел эту кровь, он, почему называется Пасха, Пасовер, перепрыгивал через этот дом и шел к следующему. И если там крови не было, он заходил и поражал первенца. Вы скажете, а нам что до этого? У евреев, это еврейская правда. Мы живем в то время, когда вроде бы не в рабстве, но Священное Писание. Откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам, пятая глава, шестого стиха прочитаю. Разве нечем вам хвалиться? Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очисти старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Потому станем праздновать не со старую закваску, не с закваску и порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Наша Пасха, Христос, заклан за нас. Как ни странно, но мы, рождаясь на этой земле, уже попадаем в рабство к дьяволу. И только Господь может своей силой вырвать нас оттуда. Для того, чтобы смерть не произошла в нашей жизни, не произошло поражение, в наше сердце каждому из нас нужна кровь Иисуса Христа помазать косяки нашего сердца лично. Как это делается? Просто, чтобы для детей и для взрослых было понятно. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это обетование Божие стоит до ныне твердо и непоколебимо. Всякий, кто предпризывает имя Господне в чистоте, в всятости, Бог очищает любое сердце. Братья и сестры, я не могу без слез говорить, потому что если бы вы знали, какой я был грешник, и Бог очистил, Бог оправдал. Не по заслугам каких-то, не по каким-то великим делам. Просто потому, что Бог был милостивый, я призвал в своей жизни имя Господа Иисуса Христа, и Бог очистил. Сегодня эта возможность есть. Каждому человеку прийти и помазать кровью косяки своего сердца, очиститься, и смерть минует. Но еще очень важный момент. Христос не только умер, Христос умер за грехи наши, но Он воскрес для оправдания нашего. Если мы хотим воскреснуть, если мы надеемся на вечную жизнь, то кто-то сомневается, приходя к Иисусу Христу, не сомневайтесь, Бог очищает от всякого греха, и мало того, как Бог, Отец, воскресил Сына Своего, Иисуса Христа, силою этой, этой же силой Он нас воскресит для новой жизни. Поэтому будем благодарить нашего Бога. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иисусу Христу Иисусу Христу Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Слава Богу! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Вот потому мы сегодня столько много раз подтверждаем, что Он воистину воскрес. Это радость, которая наполняет наше сердце, это наше упование, это наша вера. Но я сегодня думал долго, как назвать мне свою проповедь. И назвал я так. Вера, не признающая воскресение Иисуса, пустая вера. Уже братья прочитали то место, которое я также хотел еще прочитать. Я не буду его читать, просто вы вспомните это первое послание Коринфянам, 15 глава. Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, говорит им о том, что как же многие из вас говорят, что нет воскресения из мертвых. Это была проблема Коринфской церкви. Они не могли понять, как это воскреснуть из мертвых. Вы знаете, вообще, для людей того времени, весть о воскресении, она не была новой. Особенно для евреев. Они знали из Писания, что и в Ветхом Завете были воскресения, и при жизни Иисуса Христа были воскресения. Фарисеи признавали ангелы и воскресение мертвых. Фотосадокеи правильно не верили. Но вот языческий мир, они не верили, когда апостол Павел проповедовал в Афинах, они его даже назвали суеслом. То есть человек, который напрасно говорит, потому что он им проповедовал о воскресении Иисуса Христа. А когда он сказал, что он будет судить мир посредством предопределенного мужа, подав удостоверение всем воскресивого из мертвых, они сказали, послушаем тебе другой раз. Не захотели слушать. Но я сегодня не хотел бы говорить о мире этом, как в мире воспринимают Иисуса Христа. Там по-разному принимают. До сегодняшнего дня там распространяется эта ложь, которую распространили воины. Я просто удивляюсь, как можно быть свидетелем такого величайшего, невероятного события, а потом говорить обратно, что делают денежки. А фарисеи, а книжники, которые давали им эти деньги, они же ведь помнили слова Иисуса Христа. И подошли к Пилату и просили, поставь стражу, этот обманщик, как они обзывали Иисуса Христа, он говорил, что он воскреснет, чтобы ученики не украли. И когда воины пришли и сказали им о том, что воскрес, вот такое явление видели, ангелы, мы не могли ничего сделать. Они говорят, молчите. Мне кажется, им бы сейчас нужно было бы сокрушиться в прахи и пепли. Они же знали Писание и сказали, Господи, прости нам, чтобы мы не узнали. Нет, они сделали срочно совещание, их нет покоя, им они собирают совет и дают довольно денег, не жалеют. И до сегодняшнего дня столько денег в мире тратится для того, чтобы заглушить эту вещь, чтобы не верили, что Христос воскрес. Но он воскрес, братья и сестры. И мы сегодня с вами свидетели, мы об этом свидетельствуем, мы блаженны, потому что не видели этого, но уверовали. А так Христос сказал, блаженны не видящие, а верующие. Это самое высшее счастье верить в Иисуса Христа и при том воскресшего. Но вера в искупительную жертву Христа без веры в воскресение Его, она не приносит радости, эта вера. Да, мы можем верить, что Он умер за грехи наши, был распит, была пролита Его кровь. Но если мы не верим, что Он воскрес, что Бог воскресил Его, то мы не можем иметь радости, мы будем в страхе, мы будем в унынии. Посмотрите на учеников Иисуса Христа, которые слышали многократно это свидетельство. Накануне Он говорил, они печалились, Он утверждал их, что да, это лучше для вас, чтобы я ушел. Я воскреснул третий день. Все это говорил им, но им до определенного времени не были понятны эти слова. Они просто не понимали и не верили. И потому такое состояние. Женщины, которые не то чтобы верили, что Он воскреснет, а просто из милосердия, из сострадания, вот любящими сердцами, они приготовили накануне субботы эти ароматы. И раненько утром, как брат Дима сегодня уже напоминал это, пошли, чтобы последнюю дань уважения, любви отдать Иисусу Христу. И увидели такое чудо. Ангела увидели. Ангел возвестил, что вы напрасно ищите мертвого среди живых, живого среди мертвых. Его здесь нет. Идите, возвестите. Приходят к ученикам, говорят им, и им слова их показались пустыми. Ну, как это может быть? Не поверили. Петр, правда, с Иоанном пошли, но они не увидели. Двое учеников, Клеопа, еще один ученик, идут, печальные, нет у них радости. Они такие удрученные, разбитые, идут в Маус. Приближается к им Иисус Христос, они его не узнают. Беседуют, рассказывают им, и Христос им потом упрекает их. Ну, Марк тоже говорит, что он упрекал этих людей. Говорит, о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что написано в Писании. Возвращается, когда узнали Иисуса Христа, радостью наполнили сердца. Возвращаются ученики, там говорят между собой, да, интересно, вот Петр, говорят, уже видел Иисуса Христа. Ну, еще все не верят, как-то их свидетельства слушают, там Марк говорит, что и им не поверили. Наконец, приходит сам Иисус Христос. Приходит, когда они закрыты в комнате, все запоры, предосторожность, опасность от иудеев, и говорит им, мир вам. Они не знают, дух это или человек это, или Христос, это он, чтобы удостоверить их, дайте мне что-нибудь поесть. Они достают ему печеные рыбы, мед дают, он поел перед ними. И говорит, а все живите меня, посмотрите, это я, не бойтесь, ну, там не было еще одного ученика. Кого не было там? Дети, кого не было там? Кого? Фомы не было там. И вы смотрите, эти уже радуются все. Они поверили, они увидели воскресшего Иисуса Христа, страх бежал, сомнения бежали, все, они торжествуют, радуются. А Фома еще унылый ходит, целую неделю, пока вот не увижу, не поверю. А знаете, Писание говорит, не поверишь, не увидишь. Все-таки Христос не зашел к нему. В следующий раз, когда уже был и Фома, он пришел и говорит, Фома, подай свой перст. Он сказал, если не вложу перста моего или руки моего ребра, я не поверю. Давай сюда, говорит, свою руку. На, осежи меня. Не стал это делать, Господь мой Бог. Ты поверил, потому что увидел. Но блаженный, как я сказал уже, не видящего верующего, мы с вами на много блаженней, братья и сестры. Но я хотел бы рассмотреть сегодня с вами вместе, в этот праздничный день, отчего же, имея такую благую весть, имея такую радостную весть, многие христиане несчастные. Ну, разве я не правду говорю? Даже сегодня не на всех лицах вижу улыбку. Ну, почему такое случается? Есть много причин, я оттеню только две. О них сказано в Священном Писании. Первое уже мы слышали. Несчастнее всех человеков те люди, христиане имеются в виду, которые только в этой жизни надеются на Иисуса Христа. Не может быть счастья, братья и сестры, для человека, если его земная жизнь заканчивается гробовой доской. Ну, какое в этом счастье? Какой смысл жить, страдать, переносить все эти лишения жизненные, бороться, а все закончится гробовой доской. Ну, реальность жизни такая, братья и сестры, что вот во время земной нашей жизни не всегда люди получают воздаяние. Ну, воздаяние есть за злые дела и есть за добрые дела. И в том и в другом случае, ну, какое-то неприятное чувство наполняет нас. Если мы видим, что человек делает зло и нет ему наказания, какое чувство наполняет нас? Ну, негодование, сомнение. Господи, куда же ты смотришь? Ну, сколько может этот беззаконник делать зло, и ты молчишь? А если человек, добрый человек, делает добро, милостивый человек, а его гонят, его презирают, его бьют, его судят, и так дальше, несправедливо, и нет защиты. И тоже чувство такое, Господи, ну, почему такое случается? А ведь мы смотрим, это же правда жизни. Сколько сегодня людей... Вот я вспоминаю одну женщину, дочка ее была верующая, а она не верующая, и мне приходилось посещать ее. И вот она все время... Почему вы не хотите покаяться? Вот она говорит, ну, я не могу... Ну, как я могу поверить, что вот Бог справедливый, Бог правильно поступает? Когда вот этот негодяй, который живет на лестничной площадке, 80 лет живет, сколько он крови людям, так и сказал, на деготь перегнал, и он живет. А вот этот человек святой, и она говорила об одном христианине, который в 47 лет умер, а этому бы жить столько добрадил, он такое чувство... И он умер так раньше, так рано. Действительно, братья... Если мы только в этой земной жизни надеемся на Иисуса Христа и хотим все получить от Него здесь, на земной жизни, мы несчастнее всех человеков, потому что, ну, нет будущности. Но вторая причина, почему люди, верующие в Иисуса Христа, несчастны, это потому, что они не имеют победной жизни. Вот это, наверное, больше касается. Таких вот, которые только в земной жизни, надеяться, не так много, мне кажется. А вот победной жизни не имеют. Это намного другая проблема. И мне кажется, она тоже ложит какой-то отпечаток грусти и уныния. Ведь нам так хотелось бы, как апостол Павел говорит, доброе, что хочу, в чем нахожу наслаждение и удовольствие, даже такие слова, делать, а мы его не делаем. А то, что нам не нравится, с чем мы боремся, оно одолевает нас. И вот от того, что нету вот такой победной жизни, у нас тоже часто куда-то девается радость. Мы воздыхаем под бременем, мы унываем. Но, братья и сестры, я сегодня хотел говорить о том, что вера в воскресение Иисуса Христа дает нам надежду, укрепляет нашу надежду, дает нам радость, потому что... Вот мы сегодня уже слышали, брат читал это, я тоже планировал прочитать это первое послание Коринфянам, там 15 главе заключенные слова, он говорит, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся при гласе Архангела. То есть, у нас есть надежда на то, что гробовой доской не заканчивается жизнь, что воздаяние обязательно будет, и мы даже утешаем друг друга, ободряем друг друга тем, что если даже не получили здесь воздаяние за наши добрые дела, за наши подвиги веры, которые мы совершили, то непременно получим полную награду. А если уже здесь нас похвалили, а если здесь нам уже воздали хвалу, то там недополучим. Я думаю, что похвала на небе гораздо возвышеннее, гораздо желаннее, чем похвала на земле, и поэтому мы не унываем. У нас есть чудная надежда, что Господь наш прославит нас. Но еще у нас надежда, братья и сестры. Вот мы сегодня живем в этом смертном нашем теле, которое подвержено болезням, недомоганиям всевозможным. Ну и много-много на это тело, на наше сегодня напасти. Даже тот противник, дьявол, ходит за нами на земле, как рыкающий лев, желая нас убить, украсть и погубить нашу веру. То есть сделать нас несчастными. Но вы смотрите, какое нас ожидает, какая надежда у нас есть, если мы верим в воскресение Иисуса Христа. Вот мы с вами уже сегодня слышали, что Иисус Христос, он когда воскрес, вот брат хотел сказать, наверное, не сказал эту мысль, я хочу подчеркнуть, что он первенец из умерших. Хотя мы читаем, чтобы были воскресшие. И сын вдовы Иноинской, которую Иисус Христос воскресил, и девочка, дочка Иаира была воскрешена, и Лазаря Христос воскресил. Мы знаем, что вот даже тело Елисея, когда бросили в гроб, то там умерший воскрес, ну, много таких воскресений. И при воскресении Иисуса Христа многие святые воскресли, вошли в Иерусалим и посетили свои семьи. То есть, это было воскресение, но эти люди умерли. Почему Христос первенец из умерших? Потому что Он воскрес в прославленном теле. А те воскресли в простых телах, Бог оживил их. А вот в прославленном теле Христос воскресил. Интересно, вот это тело было у Иисуса Христа. Его можно было пощупать. Да, осезаемое было. Это не было эфемерное какое-то тело. Христос говорит, да, пощупайте меня, вот это я, осежите меня, посмотрите это. Вот показал раны от гвоздей им. Все они это видели. Но при этом Он имел такое интересное свойство. Он мог передвигаться со скоростью мысли. Вы можете представить, какая скорость у мысли? Я не знаю, какая это. Но вот Он был с учениками, которые были в Маусе, да, и тут же исчез. В это же время, я думаю, в это же время Он, наверное, с Петром встречался и с другими. Потому что в один день не столько событий произошло. Если бы Христос был в теле обыкновенным, Он бы физически не смог бы этого сделать. А вот так Он смог. Представьте, что мы будем такие тела иметь. Второе, что я хотел бы отметить, что для Иисуса Христа в этом прославленном теле не было никаких препятствий. Ему не надо его стучать в дверь, как Петру, когда его освободил ангел, чтобы мы открыли. Они закрыты за запорами. Он заходит, говорит, мир вам. Ну как? Двери закрыты, все проверено, а Он стоит между ними. Как пришел, так и ушел. Не заметили, как Он ушел, как Он исчез. Вот интересное свойство этого тела. Хотя оно осязаемое. Вы знаете, именно прославленное тело было у Иисуса Христа. И эти тела прославленные ожидают также и нас, если мы верим. Это же надежда, братья и сестры. Чудесная надежда. Еще на что я хотел бы обратить внимание, это не моя мысль, но она мне очень понравилась. Я услышал ее, эту мысль. Нигде в Писании мы не находим, чтобы сатана вот к Иисусу Христу в прославленном теле приходил, чтобы спорить или искушать его. Вот нигде не находим этого. Он боится. Вообще, я где-то слышал такое, что когда Христос вошел в ад, а он сошел в ад, чтобы свидетельствовать там людям, то там переполох поднялся. Вообще, в аде люди должны быть грешные. Это место для грешных людей, которые не признают Иисуса Христа. А там праведник появился. И там ну такой переполох поднялся. Ну так говорят, я не знаю, верить этому или не верить, что они не могли ничего делать, не удержать. Он ушел оттуда. Бог силой свою воскресил Иисуса Христа. И сатана не мог его держать, не мог приблизиться к Нему, не мог что-то сказать. Он просто бежит от Него. Вот мы, когда будем, а это надежда, братья и сестры, это надежда наша, потому что Священное Писание так и нам говорит, что нам дано такое обетование, что мы при воскресении будем иметь такие же тела. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Вот слово, которое говорит, что когда откроется, мы будем. Он первенец, а потом мы, уверовавшие в воскресение Иисуса Христа, при глазе Архангела, или при возвещении, или воскреснем из мертвых, или изменимся, и будем в таких же телах. И поэтому еще одно место, ибо, вот мы слышали это уже, ибо смертному всему надлежит обречься в бессмертии. Сегодня унываем мы, плачем, печально приходят в наши дома, когда кто-то из наших ближних умирает, уходит. Мы не можем этого радоваться, мы не можем это благословлять, но мы говорим о том, что мы, умирающие в Господе, если верили, имеем великую надежду. А те, которые не верили и умерли, они не воскресны, они несчастные люди. Поэтому, братья и сестры, мы должны радоваться. И апостол Павел, когда говорит о том, что мы имеем такую надежду и будем подобны ему, дальше говорит, «поэтому всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Вы понимаете, что значит верить в воскресение Иисуса Христа? Это не просто такая вера, не подкрепленная никакими делами. Если мы верим, что нас ожидает Царствие Небесное, то мы должны верить и в то, что написано в Писании, что ничто не чистое, преданная мерзость и лжи туда не войдет, а это обязывает нас вести борьбу. И это серьезно. Это тоже, ну, во время борьбы особенно не порадуешься. Тут надо бодрствовать, противостоять. Но, знаете, радость приходит, когда мы побеждаем. Вот когда мы победили, ну, я не знаю, я знаю, вот на детей, на мальчиков смотрю, они любят бороться. И вот тот, кто победил, хотя он там, может, со слезами, там все боролся, и потом выходит, радуется, он победил. А тот, кого победили, плачет. Ну, вот так вот в жизни бывает. Мы тоже так, только взрослые дети. Если мы не устояли в каком-то искушении, то, ну, какая радость? Мы плачем, каемся, просим в образе. А если мы устояли? А если мы победили? Наше сердце наполняется радостью. Мы славим Господу. Господи, с Твоей силой мы смогли отразить, мы преодолели эти искушения. И это стало возможно, братья и сестры, потому что Христос воскрес. И к нам, братья и сестры, когда мы войдем в Царство Небесное, когда получим вот эти новые тела, сатана тоже не может подойти. Он убежит от нас. Он даже сейчас бежит от нас, когда мы призываем имя Иисуса Христа Воскресшего. Но когда мы уже получим новые тела к Иисусу Христа, он не приблизится. По одной причине, что ему не будет доступа в Царство Небесное. А мы-то тела новые получим, когда придем туда. И мы будем там вечно радоваться. Там не будет этих вот переживаний. Это надежда. Мы упываем на эту надежду. И живем с этой надеждой. И поэтому стараемся распинать плоть с ее страстями и похотями. И опять же, без веры Воскресшего Иисуса Христа нам и эта задача будет не под силу. Но мы призываем Иисуса Христа. Мы понимаем, что Сатана одолевает нас. Мы помогаем друг другу, ободряем, утешаем друг друга. И Бог помогает без веры. Надеяться на себя только невозможно иметь эту надежду. Невозможно ожидать этого обетования без веры в воскресении Иисуса Христа. Но вера в Иисуса Христа еще нам что-то дает. Она дает нам утешение. И я хотел бы об этом тоже сказать. Какое утешение? В Послании к Римлянам 8.34 говорится о том, что Он умер, воскрес, Он и ходатайствует за нас. Вы понимаете, иметь ходатая на небесах. Иисус Христос не просто оставил нас здесь на земле. Он вознесся, чтобы ходатайствовать. И когда мы непроизвольно, подчеркиваю это, непроизвольно, не по нашему желанию, но по неосторожности, по небодству никакому, чего не хотим, но сделали какой-то грех и исповедуем этот грех, то сегодня нам не надо приносить, как евреям когда-то, ни вола, ни козла, даже голубя не надо приносить, чтобы кровь его пролить, потому что была пролита чудесная кровь, драгоценная, святая кровь нашего Господа Иисуса Христа. И он теперь, написано, вошел со своей кровью в небесное святилище, чтобы предстоять за нас пред Богом, как ходатай. И когда мы исповедуем грехи наши, то он кровью своею омывает наши сердца, а перед отцом ходатайствует о нашем прощении. Какая это надежда, братья и сестры, какое это утешение для нас, потому что действительно, если мы знаем о том, что Бог простил нас, если мы верою принимаем это прощение, то сердце также наполняется радостью. Я не знаю, братья и сестры, но я испытывал много раз в своей жизни, когда меня прощали люди. Вот вы испытывали уныние после этого или радость? Облегчение, такая радость, тебя простили. Представьте себе, что намного больше радость, когда Бог нас прощает. Но, видите, Бог наше прощение поместил в зависимость. Он говорит, если вы не будете прощать, то и Он не простит вам. Поэтому мы должны это делать, если мы хотим иметь в себе ходатайство на небесах Иисуса Христа, потому что Он ходатайствует за нас по воле Божьей, чтобы Он простил нам, а Отец Небесный сказал, Христос сказал, что если вы не будете прощать, то и Отец Небесный не простит. Вот Он ходатайствует за нас, но предупредил нас об этом. Вы знаете, плохой, очень плохой признак, когда верующие люди, исповедующие Иисуса Христа, говорящие о том, что они веруют в воскресение Иисуса Христа, не каются. Подумайте о том, что я сейчас сказал. Это очень простой плохой признак. Это может свидетельствовать только о двух вещах. Или этот человек спит, или он умер, потому что он не реагирует на действия Духа Святого. Вдумайтесь в эти слова. Бог послал Духа Святого с определенной целью. Часто я слышал обвинения в адрес служителей, проповедников. Слабая проповедь. Никто не кается от этой проповеди. Ну, проще всего свалить вину на кого-то. Вот он плохо сказал. Но вы знаете, если люди не каются, то надо искать причину в себе. Почему я не каюсь? Даже если я называюсь христианином, потому что работа Духа Святого, которая на земле, именно в том, чтобы приготовленность к вечности, чтобы получить вот эту надежду, а он, в первую очередь, обличает о грехе. Не проповедник обличает, Дух Святой. Дух Святой вдохновляет проповедника сказать слова. Но если эти слова верою не принимаются в сердце, не производится покаяние. А это, как я уже сказал, или человек спит и безразличен к действию Духа Святого, или совсем умер. Страшное состояние. И последнее время характеризуется именно вот таким состоянием. И как жених замедлил, говорится, в Писании, то что? Задремали и уснули все. А апостол Павел говорит, стань спящий, воскресни из мертвых и осветить тебя Христос. Чтобы нам видеть себя правильно, нам надо пощаще заглядывать в зеркало Священного Писания. Я уже не буду читать, вы дома обязательно прочитайте. Там апостол Павел в первом послании к Тимофею говорит, что трудное время, не будут люди веровать. А во втором послании говорит, какие будут люди. В послании к Римлян он перечисляет, какие грехи переполняет сердце человека, который не думает, сердце, в разуме не имеет Бога. И перечислите. Я просто некоторые скажу из тех страшного списка. И если мы искренне, прочитайте, пожалуйста, первая глава Римлянам с 28 стиха и ниже, первое послание Тимофея 4 глава и второе послание Тимофея 3 глава с 1 по 5 стих. Проверьте себя в свете это слово. Если у вас нет радости, если у вас уныние, если у вас раздражительность, если у вас страх, то непременно есть какой-то вот неисповеданный, неоставленный грех. Ну вот лицемерие. Как много людей грешат этим грехом и даже не понимают, что грешат. Вот я недавно слышал такое. В семье произошло, ну в какой семье не бывает это непонимание между мужем и женой. И к несчастью этой семьи жила мама там рядом. Она это все увидела. Это было мама дочери. И она говорит, вот какой плохой зять. И как он немилосердно к моей дочке относится. И какой вот он такой жестокий, грубый, не любит ее. Ну все мамы не знаете, какие они своих дочек так жалеют. Но у этой же мамы был сынок. И когда она поехала в гости к сыну скорости после этого, там произошел тоже какая-то такая ссора семейная. И вот мама тут занимает другую позицию. И говорит, написано, что разумная жена устрояет свой дом. Не муж виноват, жена виновата, что в семье конфликт. Смотрите, одна и та же женщина. Почти одинаковая ситуация. В одной семье виноват муж, а в другой семье виновата жена. Как может такое быть? Это же чистое лицемерие неприкрытое. Мы вот так вот меряем. Если свой родной, значит, он прав. А чужой виноват. Братья и сестры, нет у вас такого? Надо каяться. А сколько зависти? Мне, говорит, белая зависть, мне не черная зависть. Можно ли вообще завидовать? Священное Писание говорит, не надо завидовать. Ну, я, доброй зависти. Доброй зависти нету. Есть сорадоваться надо успеху ближнего. Вот если у ближнего успех, радуйся вместе с ним, славь Господа, вот, и ты не будешь завидовать. Ну, я не хочу перечитать другие грехи, их очень много. Сегодня праздник, я не хочу об этом говорить, но я просто это подчеркнул для того, чтобы проверили мы себя, протестировали. Если нет радости, если нет у нас уверенности, если нас постигают сомнение и уныние, то, значит, есть для этого причина. И сегодня я хотел бы, чтобы мы в этот праздничный день, не только в этот день, да и вообще, имея вот веру воскресившего Бога, воскресившего Иисуса Христа и давшего нам такое обещание, мы проверили свою веру. Не является ли она пустой? Апостол Иаков там просто говорит, вера без дел мертва. Если мы верим, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых и верим, что Он и нас воскресит, то мы должны что делать? Исповедовать это. И сердцем веровать, говорить. А исповедовать, ну да, это говорить в основном. Но вы знаете, один проповедник сказал так, что я 24 часа в сутки проповедую об Иисусе Христе иногда словами только. Наша жизнь должна свидетельствовать. Вот наша борьба, мы не должны бояться исповедовать свои грехи. Если мы согрешили перед человеком, обидели, сказали, что Дух Святой тут же постучался в наше сердце, не испытывали такое? Просто ну не тактично слово сказали. Я много раз это испытывал. Вроде шутку сказал и так почувствовал, что не нужно было это шутку. Здесь надо было другое слово сказать. Ну что тут в этом случае сказать? Чтобы радость возвратилась, потому что угашен же Дух. Надо сказать, простите меня за такую нелепую шутку. Простите меня. А если еще что-то грубое сказал, что тут же надо попросить, прости меня за грубость. Я люблю тебя, я уважаю тебя, а вот выскочило это вот, прости меня, пожалуйста, и Господь меня прочит. Если мы будем так жить, братья и сестры, радость будет нашим уделом. Дружба между нами будет крепнуть. Потому что сколько много поссорил сатана, вот который ходит за нами как крышка и шрев, именно потому, что где-то подколка, приколка, непонимание, где-то наша гордость, высокомерие, и все это служит к тому, что гасится наша радость. Но мы-то верим в воскресшего Иисуса Христа, и что нас воскресит, что наше жительство на небесах, поэтому давайте, как призывает Священное Писание, без сожаления распинать плоть со страстями и плотями, чтобы простор был Духу нашему, воскресшему вместе с Иисусом Христом. Тогда и наши смертные тела воскреснут. Вы знаете, еще одну мысль скажу и будем молиться. В Царстве Небесном, если мы здесь на земле не научились жить победной жизнью во Христе Иисусу, нас скучно будет, нам тесно будет. Если мы любили общество сплетников, если мы любили общество там злоречивых и так дальше, то там-то этих людей не будет, они не войдут туда, и нам там делать тоже нечего будет. Мы не там будем учиться жить свято, мы не там будем учиться любить. Мы так вот думаем, что вот когда придем, то все там уже мы получим новые тела и новые чувства. Нет, тела-то мы новые получим, правильно, но чувства мы должны здесь воспитать. Характер, который будет наследовать жизнь вечную, здесь должен выковаться, вот во время этих испытаний, искушений, если мы не научимся здесь состраданию, великодушию, прощению, то даже если, ну, как там вот, Христос проводит прищу, кто-то там, Инди попал туда, да, на брачный пир, то его выбросят, он там окажется в небрачной одежде, он как будет выделяться из всех, его там оттуда выбросят, но мы знаем, что он туда не войдет даже, поэтому давайте пока на земле, здесь, веря в воскресение Иисуса Христа, имея эту надежду и упование нашего Господа, имея это утешение от Господа, что Бог ходатайствует за нас, помогает нам преображаться в Его образ, давайте преображаться с помощью Божьей, с силой Божьей, которую Он воскресил Иисуса Христа, и друг другу будем помогать в этом, и тогда наше собрание будет наполнено радостью, и истинная хвала будет из наших уст возноситься нашему Богу, давайте преклонимся пред Господу, и в самом начале мы слышали, что Бог приглашал покаяться, покаяние, это самое радостное состояние пред лицом Бога, да, поверьте, это самое радостное, написано об одном кающемся грешнике, небеса радуются больше, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии, аминь. Праздничный час, мы сердечно благодарим Тебя за дар веры, который Ты, Господи, подарил нам, за то, что Ты укрепляешь нашу веру, когда мы пребываем в Слове Твоем и в молитве пред Тобой, Ты, Господи, открываешь нам великую будущность и надежду, когда мы исповедуем Тебя, воскресшим Господом, сердцем веруем в это, и живем сообразно с этой верой, что вера наша, она не пустая вера, но Ты поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод, и чтобы плод наш пребывал, и поэтому Ты, Господи, призываешь нас через рабов своих апостолов очищать себя, подобно, как Ты чист. Господи, сознаем, что в этом брендном теле, земном теле мы не всегда одерживаем победу, иногда плодит и берет вверх, и мы даже сами не знаем, как это, и отвешиваем трудовое, и жертвуем столько времени и сил, но не на то, что назидает, не на то, что приносит радость, а то, что разрушает нас. Прости нам, Господи, за это, и помоги нам, Господи, больше пребывать в слове Твоем, вообще не друг с другом, рассуждать о Тебе, прославлять Тебе, свидетельствовать о Тебе, чтобы сила Твоя подкрепляла нас, в немощах наших, чтобы сила Твоя окрыляла нас надеждой и помогала преображаться в Твой образ. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, услышь, и помоги нам быть бескомпромиссным в отношении всякого греха, который старается сатана сделать в нас и через нас, побуждая нас к какому-то недоброму поступку. Помоги нам решительно отвергать все его эти нападки, все эти раскаленные стрелы, защищая щитом веры и поражая его мечом Слова Твоего. Услышь нашу молитву и да будет имя Твое прославлено в сердцах наших и в жизни нашей и в сегодняшний день и все последующие дни. Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Собрание наше утреннее приблизилось к заключению. И я знаю, что вы уже горите желанием встретиться где-то в семейном кругу, с друзьями. помните о том, что дьявол пошлет воронов, чтобы то, что вы услышали, выклевать. Поэтому вы, пожалуйста, постарайтесь переживать то, что вы услышали. Не ведите никаких разговоров посторонних. Поговорите о том, что вы слышали. Это будет действительно на пользу вам. Вы еще больше насладитесь Словом Божьим. А сейчас мы будем заканчивать наше собрание. И если есть у кого-то или созрело желание, или Дух Святой побуждает, чтобы покаяться, и как уже было сказано братом, что может быть и даже члены церкви, которые не имеют победной жизни, хотели бы обновить свое покаяние, это можно сделать сейчас. Если кто никогда еще не каялся, пожалуйста, можно сделать это сейчас, и мы помолимся вместе с вами. Скажите об этом. Следующее собрание наше будет сегодня вечером. Молодежь будет проводить служение. Пожалуйста, помните их просьбу, чтобы что-то такое к чаю или кофе, что вы любите пить, значит, сладенькое, что-то приготовьте. И мы будем общаться после собрания, вот, рассуждая о великих делах Божьих. В среду у нас в 7 часов будет молитвенное собрание. Будем молиться о миссионерах, о которых мы обещали, не будем забывать о них. Вот в Испании семья Торбецких совершает служение, в Авдеи Кавказе совершает Миняков служение, в Южной Осетии Сослан-Гегалаев, на Дальнем Востоке Светлана Моя Борода в Украине, Алексей Симонов. Хотел бы присоединить, чтобы мы молились в этот день и братья Викторе Шемерека, который сейчас в Беларуси находится по служению миссионерскому с миссией надежды для сирот. И я его попросил, чтобы он посетил Шарковщину, где там новый служитель Сергей совершает служение. Мы с вами рассуждали о том, что, возможно, мы и ему будем оказывать помощь и молитвенную, и материальную. Виктор приведет нам об этом свидетельство. Будем молиться, чтобы Виктору все это удалось сделать в это время. Он уже скоро возвращается, мне кажется, да? Во вторник, пожалуйста. Вот мы помолимся и сейчас, и во вторник, чтобы он благополучно вернулся. Также будем молиться о семьях в среду, о семье Короленко Вадима Витальевича и о Денисе Краеве. Будем молиться. И начнем разбор шестой главы первого послания Коринфянам. Прочитайте, пожалуйста, внимательно, вникните в слово с первого по восьмой стих. Там очень серьезная проблема поднимается, которая была в Коринфской церкви. Она возникает время от времени и среди христиан других церквей и в нашей церкви. Поэтому вникните в это слово, чтобы Господь помог нам правильно понимать и правильно жить по слову. К нам поступили просьбы помолиться за Надежду Шемерека, у нее день рождения, а также за Александра Стрижнова, у него тоже сегодня день рождения. Просит помолиться об исцелении, Илюши Конрад, у него высокая температура. Мы сегодня перед собранием с братьями рассуждали, брат Александр сейчас подошел, сказал о том, напомнил, я этой новости не слышал, но вот уже братья слышали, что все-таки в Шри-Ланке, я слышал то ли в Колумбии, то ли в Шри-Ланке. Сегодня утром во время праздничного служения, когда люди утром собрались, чтобы поклониться Господу и прославить за воскресенье, сразу в трех церквях произошли теракты, и более двухсот человек погибло, и более пятьсот человек, точно не установлено, сегодня размещаются в больницах и имеют ранение, вот о них помолимся также, вот, чтобы Бог и нас хранил, я радуюсь, вижу, сегодня братья уже с бирочками ходят, ну, видно, что наблюдают за порядком, и злоумышленникам непросто будет сделать зло, когда видят, что здесь бодрствует страж. Еще, если есть какие-то приветствия, поздравления, просьбы к молитве, скажите. Принимаем. Принимаем. Ну, хотелось бы, чтобы ты и сюда выходил, что-то послужил нам. Да. Принимаем. Привет, Александр Ян. Принимаем. Привет, Сергей, Сергей, братья, сенсор, урагаша, в Минсона. Принимаем. Ну, в Минсоне там много церквей, мы принимаем и от тех, и от тех. Из Мариуполя, из Нью-Йорка, из Смоленска, еще кто, не забывайте передавать привет. Из Сиэтла, Вашингтон. За все приветы и поздравления, которые мы получили, мы сердечно благодарим и просим от нас, передавайте всем любящим Господа сердечный христианский пасхальный привет. Просим. Помолимся об этих нуждах. Боже наш, Отец наш Небесный, Бог любви и милосердия, мы сердечно благодарим Тебя за это торжественное праздничное служение, за музыкальное исполнение, за хариство, за певцов, за детей. Хвала Тебе. Это действительно был праздник, и мы радуемся этому. Помоги, чтобы эта радость была всегда в наших сердцах от того, что Ты, воскресший, воскресил и нас к упованию тленному, хранящемуся на небесах. Мы скорбим вместе с братьями и сестрами в Шри-Ланке, которые имели вот такое переживание, где в этот праздничный, светлый день Твоего воскресения враг посягнул, Господи, и забрал жизнь стольких людей. Но мы не унываем, как прочие народы, верим, что Ты их принял, Твои небесные обители. А те, кто получили разные тяжести и ранения, а врачу исцели, кого Ты желаешь составить живых, чтобы они могли прославлять Тебе и за это учить, что за имя Твоего достоились пострадать. Мы просим Тебя, Господи, за мальчика этого Илюшу Конрад, у которого высокая температура. Исцели его, Господи, и дай радость родителям и утешение, чтобы вся семья была в собрании и прославляла имя Твое. Просим Тебя за тех, у кого день рождения, вот за надежду Шемерека и за Александра Стрижного. Благослови ты их обильно Твоим небесным благословением, которое обогащает и печали не приносит. Благодать Господу нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Я приветствую вас. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес Он, воистину воскрес Он, воистину воскрес Он, воскрес наш Господь! Во истину воскресу, во истину воскресу, во истину воскресу, воскрес наш Господь. Во истину воскресу, во истину воскресу, во истину воскресу, воскрес наш Господь. Будем поздравлять друг друга, приветствовать целования. Вы знаете, в России хорошие обычаи, мы похристосуемся, да, они так говорят, Христос воскрес, обязательно поцелуются. Поприветствуйте хотя бы сегодня друг друга святым целования. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...